В конкурсе Ростайсеф приняли участие более 80 проектов по пяти направлениям – физика, химии и науки об окружающей среде, математика и информатика, техника и технология. В номинации «Биология и медицина» первое место занял воспитанник станции юных натуралистов Иван Артамонов. Моя работа называется «Кислотрофные филофороидные грибы на южной границе Мордовского природного государственного заповедника имени Смедовича». Работа по факту представляет из себя разработку методики для биоиндикации, для исследований лесного массива и не только. Основной изюминкой данной работы является разработка уникального математического аппарата, с помощью которого мы можем сделать универсальный комплекс для биоиндикации, для того, чтобы определить экологические тренды на исследовании лесного массива, а также экологическое благополучие. Саровчанин Иван Артамонов вошел в сборную России и будет защищать честь страны на международном уровне. В мае он отправится в США, где представит свой проект ведущим ученым мира, лауреатом Нобелевской премии и представителем авторитетных научных школ. «Я испытывал некую радость, но так как я очень сильно устал, как-то все это было довольно смазано на самом деле, потому что очная стендовая сессия, она довольно сильно выматывает, потому что там постоянно к тебе подходят какие-то люди, задают разные вопросы, то есть вопросы абсолютно разные, по разной тематике». Приволжский научно-технический конкурс работ школьников «Рост Айсэф» проводится с 2007 года. Он призван выявить и поддержать молодых исследователей в сфере инженерно-технического творчества, а также привлечь старшеклассников к науке. «Это настолько важное для нас событие и наш успех, потому что на данном конкурсе оценивают работы Нобелевские лауреаты и светилы вообще научных школ мировой общественности. И, конечно, мы очень рады, что мы вошли в состав вот этой сборной российской на конкурс «Рост Айсэф-2018». Победителем конкурса «Рост Айсэф» стал ещё один воспитанник станции юных натуралистов Никита Ваньков. Он представил работу определения удельной активности Цезия-137 в почве на территории Зато-Саров. В мае он также отправится защищать честь нашего города в США. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.